Нужно ли менять пенсионный возраст врачей и учителей? Новости проекта ПФР рассказал, насколько должны вырасти пенсионные накопления 4 февраля 2019 года Пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей 22 января 2019 года Минтруд. Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 15 января 2019 года жители столицы предпенсионного возраста получат льготы по карте москвича 9 января 2019 года положено ли работающим пенсионерам брать два дня на диспансеризацию 9 января 2019 года вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста 4 января 2019 года опубликована программа форума «Здоровое общество». На пути к цели 80 плюс 24 декабря 2018 года предпенсионерам помогут освоить новую профессию без потери работы 13 декабря 2018 года военные пенсионеры будут получать выплаты на карты МИР 7 декабря 2018 года Кому положена сельская прибавка к пенсии 6 декабря 2018 года в Японии Планируют поднять пенсионный возраст 29 ноября 2018 года Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28 ноября 2018 года Путин подписал закон о бюджете пенсионного фонда 28 ноября 2018 года Вячеслав Володин Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018 Путин Пенсии в России будут расти Это вопрос решенный 28 ноября 2018 года Софиат одобрил бюджет пенсионного фонда России 23 ноября 2018 года Глава ПФР Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 22 ноября 2018 года Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем 21 ноября 2018 года Медведев установил новый размер пособий по безработице 19 ноября 2018 года Названы самые лучшие для трудоустройства пенсионеров регионы РФ 19 ноября 2018 года Софиат одобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии 7 ноября 2018 года Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 1 ноября 2018 года Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 1 ноября 2018 года Путин заявил о грядущем росте военных пенсий на 6% 25 октября 2018 года Кудрин Правительство выполнит обещание по увеличению размера пенсии 22 октября 2018 года Прожиточный минимум пенсионеров в Подмосковье вырастет на 4% 18 октября 2018 года Пенсионеры в Москве назвали желаемую зарплату 10 октября 2018 года Путин В бюджет заложена прибавка к пенсии для аграриев со стажем от 30 лет 0,9 10.2018 Госдума поддержала новый порядок расчета добровольных пенсионных взносов 9 октября 2018 года Пакет пенсионных законов официально опубликован 4 октября 2018 года Голикова Законопроект о пенсионном капитале еще не согласован 1 октября 2018 года Наша цель – рост пенсии выше инфляции 27 сентября 2018 года Софьет рассмотрит пенсионный закон на заседании 3 октября 27 сентября 2018 года Госдумы рассмотрят пенсионный законопроект В третьем чтении 27 сентября 26 сентября 2018 года Индексация пенсии работающим пенсионерам может возобновиться 26 сентября 2018 года Масгордума приняла закон о поддержке людей предпенсионного возраста 26 сентября 2018 года Госдума одобрила проект о передаче денег коррупционеров в ПФР 25 сентября 2018 года Реструйт готовит программу по переобучению предпенсионеров 24 сентября 2018 года В Республике Крым сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста 19 сентября 2018 года Удмуртия сохранит предпенсионные льготы 18 сентября 2018 года Конфискованные у коррупционеров средства уйдут на пенсии 17 сентября 2018 года ЦБ РФ оценил влияние пенсионных преобразований на экономику и цены 15.09.2018 Профессии с льготным выходом на пенсию будут во всех отраслях 12 сентября 2018 года Работодатели оштрафуют за отказ нанимать людей предпенсионного возраста 12 сентября 2018 года Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту 11 сентября 2018 года Володин Поправки Путина сделают пенсионный законопроект более социальным 11 сентября 2018 года Володин поддержал идею отказа депутатов от пенсионных надбавок 10 сентября 2018 года Голикова рассказала о порядке индексации пенсий После 2025 года 7 сентября 2018 года Депутаты Оренбуржия рассмотрят проект о сохранении льгот Пенсионерам 7 сентября 2018 года Прожившая 81 год вместе парой японцев Поделилась секретом отношений 5 сентября 2018 года Поправки о предпенсионных льготах в Подмосковье Примут 20 сентября 4 сентября 2018 года Ученые назвали способ продления жизни с помощью ЕДО 4 сентября 2018 года В Крыму сохранят региональные льготы для граждан предпенсионного возраста 4 сентября 2018 года Минтруд озвучил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста 3 сентября 2018 года Собянин рассказал о льготах для будущих пенсионеров Голикова уточнила Как вырастут пенсии сельских жителей 31 августа 2018 года Право на досрочную пенсию получат многодетные матери с приемными детьми 31 августа 2018 года Сбербанк готовит финансовые предложения для российских пенсионеров 31 августа 2018 года Названа самая полезная диета для пенсионеров 31 августа 2018 года Страховые пенсии неработающих пенсионеров Проиндексируют с 1 января 31 августа 2018 года СФ обсудит законопроект об ответственности За увольнение предпенсионеров 31 августа 2018 года Средний размер пенсии в России увеличился на 3,4% 30 августа 2018 года Песков ответил на опасения бизнеса По работникам предпенсионного возраста 30 августа 2018 года Он проконтролирует исполнение предложений президента по пенсиям 29 августа 2018 года Володин прокомментировал предложение Путина по пенсиям 29 августа 2018 года Кудрин Предложение Путина сбалансирует пенсионный законопроект 29 августа 2018 года Исаев Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсии для женщин 29 августа 2018 года Топелин рассказал Когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей 29 августа 2018 года Баталина Предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость 29.08.2018 Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему 29 августа 2018 года ЦБ Чаще всего вклады в Россию открывают пенсионеры 29 августа 2018 года 60% продолжающих работать пенсионеров сохраняют свое рабочее место 20 августа 2018 года Пожилые москвичи бесплатно получат специальность билетного кассира 16 августа 2018 года Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в московском транспорте 16 августа 2018 года Медведев предложил уголовное наказание за увольнение пожилых работников 10 августа 2018 года Главной причиной смерти мужчин в Европе и России стал алкогиль 9 августа 2018 года Пенсионеры сбежали из дома престарелых в ФРГ и поехали на рок-концерт 7 августа 2018 года В России создаются волонтерские центры для активных пожилых людей 23 июля 2018 года Самым возрастным участником ЕГЭ стал 77-летний мужчина 17 июля 2018 года В Минздраве рассказали о продолжительности жизни в 2030 году 6 июля 2018 года Самые возрастные владельцы ЛАДА Выбирают НИВу 4 июля 2018 года Ученые рассказали До какого возраста может дожить человек 1 июля 2018 года В регионах появятся центры трудоустройства пожилых людей 15 июня 2018 года 68-летний миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 27 мая 2018 года В России зарегистрированы 5 работающих пенсионеров Старше 100 лет 24 мая 2018 года В Ингушетии оспорили рекорд японского долгожителя 11 апреля 2018 года Ученые клетки мозга восстанавливаются даже у самых пожилых людей 8 апреля 2018 года В систему ОМС впервые включили гериатрическую помощь пожилым людям 8 января 2018 года Экономика 10 февраля 2019 года 2039 Марина Гусенко Российская газета Федеральный выпуск Номер 297787 Пора на отдых Нужно ли менять пенсионный возраст врачей и учителей В случае изменения пенсионного возраста для учителей или врачей Им должна быть обеспечена высокая пенсия Считают опрошенные РГЭксперты Они не уверены, что нужно пересматривать систему досрочных пенсий для бюджетников Минус В пенсионном фонде рассказали о способах увеличения пенсии Как пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов Сейчас пенсионное обеспечение сильно зависит от региона В Москве, к примеру, люди зарабатывают больше А значит, зарплаты и пенсии у врачей и учителей выше В бедных регионах люди получают копейки А нужно ввести понятие профессиональной пенсии, говорит Сафонов Например, установить, что у врачей и учителей, выработавших специальный стаж Пенсия должна быть не менее средней зарплаты в стране Плюс районные или столичные коэффициенты Тогда перспектива получения достойной пенсии будет стимулом для прихода людей в профессию И если заводить речь об изменении для них возраста выхода То это возможно только взамен на повышение пенсии, считает он По мнению замглавы Института социального анализа и программирования Ранхикс Юрия Горлина В связи с вступлением в силу нового пенсионного законодательства После окончания переходного периода учителя и врачи и так будут выходить на пенсию ненамного раньше Чем остальные работники Пересматривать для них наступление пенсионного возраста будет болезненно, считает Горлин Нужно максимально уходить от льгот, иначе система не выдерживает Или получается, что за счет уменьшения пенсии одним финансируются досрочные пенсии другим, говорит он К тому же сейчас врачи и учителя часто продолжают работать после выхода на пенсию И делают это потому, что и пенсии, и зарплаты у них невысокие Решать проблему нужно через механизм повышения зарплат, убежден он Добавьте В избранные источники Комментарии